Хоккей, биатлон, слалом, бобслей, эти виды спорта любимы многими людьми. Попробовать в них свои силы может любой желающий, причем не дожидаясь зимы. На острове Таташев, практически в центре Красноярска, открылся шатер 29-й Всемирной Зимней Универсиады. И аплодисменты! Шатер Универсиады 29-й открыт! Вот так по-спортивному официально открыли шатер Универсиады. Вокруг него раскинулись спортивные площадки, на которых буквально отбоя нет от посетителей. За прохождение всех можно получить сувениры. Но важнее не они, а те непередаваемые эмоции, которые дарит спорт. Мне очень понравилось, как мы с Гришем в бобслей играли. А вообще, тут все набегали, так классно было. А мне понравился тот бассейн. Внутри шатера тоже есть чем заняться. Можно сразиться в настольный хоккей или керлинг. А для тех, кто устал, есть зона отдыха. Силой восстановить поможет сибирский коктейль здоровья, сбитень с травами. Посетили открытие шатера и известные спортсмены. Двукратный победитель универсиады 2015 года по лыжным гонкам Андрей Феллер рассказывает. Те игры подарили незабываемые эмоции. И не меньших он ждет от универсиады в Красноярске. Я считаю, что к 2019 году у нас будет намного лучше, чем когда-либо проводилась где-то универсиада. Будем стараться идти к этому. Почти каждый день у шатера будут интересные мероприятия. Мастер-классы, тренировки, дискотеки. Все красноярцев и гостей города ждут во все дни, кроме понедельника. Шатер будет работать с полудня до 10 вечера. Шатер же такое, ну, мифическое понятие. Там каждый его наполнен своим содержанием. Надеемся, что своей энергией наполнят его волонтеры универсиады. И будут искренне делиться всем, что знают. А люди будут использовать шатер и как место встречи, не знаю, потерявшихся на Татышеве, и как место разговора с друзьями, и как место встречи юношем с девушками, и много чего другого. В шатре универсиады можно будет поучаствовать в викторине и получить приз за знание истории студенческих игр, узнать о ходе подготовки к соревнованиям в Красноярске. А можно оставить свои предложения и пожелания. Одним словом, главное спортивное событие края войдет в жизнь каждого человека. Думаю, что мы это таким тестовым проектом. И я думаю, что из года в год таких мест должно появляться все больше и больше и больше, где бы люди могли непосредственно общаться с универсиадой, задавать свои вопросы и оставлять свои предложения. Поэтому всех предлагаю, приглашаем сюда. Пока хорошая погода, осень, лето, конец лета, осень. Поэтому здесь, я думаю, что будет все очень душевно. И самое главное, здесь будет царить молодежная энергетика наших студенческих игр. Анна Московская, Денис Тимошенко, Новости.